Значит, когда зальем, я измерю ОВП, мы измерим, соответственно, водород до, а потом измерим после и посмотрим результаты, разницу. Я еще раз покажу, тут, ну, немножко на калибровке будет разница, погрешность, но не страшно. 457, 458, я уж не буду сейчас калибровать до идеала. Мы погрешность, ну, средний показатель возьмем. А, зачем я закрыл? Так, давайте так, вы тоже параллельно вот этот тогда измерите водород этим прибором, классический вариант, что делали всегда. Ну, мы объясним, в чем сейчас суть, а потом каплями, и вот тут будет нюанс. То же самое, 485, здесь выровнялось на втором, 460, то есть минус. То есть, ну, я еще раз говорю, неточность калибровки, между ними берем 470, получается. Ну, прекрасно, я считаю. Это очень хорошие показатели, больше просто нет смысла. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А я вообще следую. В один старый прибор, другой новый. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в Ютубе. Ну, я сегодня вот встречаюсь с Игорем Александровичем, моим партнером по водородной воде. И, собственно говоря, сегодня у нас очень важная тема. К этому видео мы шли месяцы. Крайне это важно для всех тех, кто интересуется темой водородной воды, воды с отрицательным ОВП, заряженной водой там и так далее, и так далее. Ну, а план у нас сегодня такой. Итак, мы сейчас расскажем, почему перестали поставлять Хэллибер. Первое. Второе. Что ему на смену? Собственно говоря, почему видео и немного затянул я, потому что вот только получили вчера и сразу записываем видео по новому прибору. Что, зачем, почему, поясним. Будем измерять. Вот вы видите у меня на столе аж два брата-близнеца, два одинаковых прибора, которые измеряют ОВП для точности. Вот они в калибровочной жидкости. Все про это расскажу. Также у нас прибор, вы, кстати, покажите, по измерению водорода классический, японский, которым производили измерения, мы поясним, почему он показывает не точно. Это выяснилось только в ходе определенных исследований, о которых расскажет Игорь Александрович. Почему? Почему точные измерения ни PH, ни других параметров, а именно содержание анионоводорода, количество их в воде, может показать только точно капельный тестер. Причем он на контрасте покажет. Мы измерим показатели в хеллобе приборе, лучше на момент прошлого года и так далее, позапрошлого. И так же измерим в новом. А теперь, собственно говоря, много чего еще расскажем. А теперь давайте все по порядку. Александр, давайте я начну с того, а вы меня потом поправьте или добавьте то, почему мы перестали работать с Хеллобе. В последние буквально месяцев, ну 5, наверное, 6, стали приходить особо часто жалобы, что приборы, например, протекают. Ну я вам просто покажу, я вот прибор залю, вот такой же, вот он стоит на полу, кстати, чуть-чуть наклонишь, то есть резьба, брак в резьбе. Это все-таки стекло силикатное, это и плюс и минус. Ну плюс абсолютно экологическая частота, минус, что резьба с пластиком не совпадает, чуть меняется температура и такое может быть. Первые партии были идеальны. Таких не было нареканий полтора года назад, год, а вот тут пошли. Я просто вот, видите, наклоняю, опять течет. Значит, я его уберу, чтобы не залить. Вот я его до этого поставил в эту сплошку, вот видите, что творится. Значит, ладно, с этим понятно. Какие еще проблемы? Из-за того, что там легко меняется батарейка, а это было огромным плюсом, в отличие от прошлых, Пайна и прочих приборов. Просто буквально отщелкивается, и батарейка, ну, сам человек может поменять. Но это тут есть и минус. Вот эти разъемы негерметичны. Многие люди ставили на кухню, об этом потом писали. Где-то вода заливалась снизу. В итоге, вот эта кнопка, там есть пружинка металлическая держалка, такой крепеж. Ржавеет, вплоть до ржавого цвета и окисления плат. И поэтому иногда выходили из строя. Значит, я сразу скажу наперед. Потому что будут такие вопросы, что же мы купили, плохой. Нет. Дорогие друзья, если вы купили прибор у меня на сайте nadgard.ru, то эти приборы Хелуби прекрасные, будут работать и заявленные характеристики все и точно. Но самая большая проблема, то, что началось в последнее время, это то, что завод-производитель стал мухлевать. Скажу вам на другом примере. Одна моя знакомая хорошая, которая занимается работой скорее по многим приборам, оборудованию. Она решила привезти такие водородные чайники. Которые вот чайник просто наливаешь и он генерирует, но не как стакан, а большое количество. Ну, там, разумеется, не протон, а бен и мембран, а старая электролизная технология. Это хуже, но суть, слушайте. И она сказала, обратилась в одну известную фирму в Корее. А они говорят, ну, у нас дилеры в России есть, в Москве есть, в Питере дилеры. Она говорит, ну, как же, значит, вы мне не продадите? Они говорят, продадим. А у них эксклюзивный договор. Она говорит, слушайте, ну, а как, что? Он говорит, все-таки конкуренция туда-сюда. Ну, еще аргументы привела. Я, говорит, может, обращусь к другим. Тань, ладно, не надо. Они говорят, слушайте, мы вам цены даже ниже, чем мы сделаем, только им не говорите. Вот, к сожалению, вот такая подлость, хитрость сейчас сплэшняком. Есть еще нехорошие вещи, которые мы просто не будем. Это касается чисто бизнеса, и вас совершенно никак это не интересно. Почему перестали? Но главное, стали идти подделки, огромное количество подделок. Потому что, вы знаете, когда я даже еще 2-3 года назад об этом рассказывал, как выпускают какой-то прибор сразу, промышленный шпионаж, буквально там несколько месяцев, полгода, ну, год редко, и начинают выпускать. Причем мы даже замечали на тех же линиях, вот что самое главное, менеджеры, увольняли менеджера. Помните вот этот разговор, когда до директора доходили, в лицо фактами тыкали, и говорит, ой, все, и менеджера увольняли главного, кто занимается. Деньги, к сожалению, Маркс был прав в этом смысле, к сожалению, и не без исключения. Итак, мы зажучили на подделках, подделки стали идти сюда под другими именами, почти меняя. Такие же в последнее время стал завод, когда мы уже сказали, все, ребята, мы так работать больше не будем, мы рвем договор, и они просто стали делать, а качество-то там совершенно другое. Потому что, чем ниже себестоимость, тем больше можно продать по количеству и получить больше денег. Игорь Александрович, тут сразу, давайте, это будет уместно, расскажите тогда о ситуации. Ну, может быть, я новый прибор сразу возьму. Ну, давайте новый, кстати, о новом, вот смотрите, они потом, ну, крышечки нет внизу, неважно, решили потом, сказали, давайте мы не стекло будем делать. Ну, они поняли, нет, нет, я тут смысл какой, они поняли, что стали почему-то делать с браком, стекло, один из десяти, из пятнадцати стал течь. И они говорят, давайте перейдем на вот этот бесфенольный пластик, тритан. Ну, перешли, ладно, хорошо, мы такие партии не брали, сразу имеете в виду, кто купил с пластиком, это хелоби или хэби, совершенно, это подделка. Значит, ну, батарея тут выпадает, неважно, вот, кстати, это ее плюс, ну, крышка, и, я говорю, и минус, вот, к сожалению, оказалось минус. Кстати, новый прибор, разумеется, этого лишен. Мы уже за вот эти три-четыре года последних сталкиваясь, начиная от H2 Magic'ов до Paine'а и всего остального, просто столько рекламаций, несколько десятков, которые были учтены, сначала в хелобе что-то учли, то, что раньше не было в других приборах, это было прекрасно, и на тот момент, ну, не было аналога в России и в мире. А сейчас те, которые выявились, причем спустя годы, устранены уже в новом, ну, а в новом мы чуть позже, и будем замерять, будем подробнее рассказывать. Игорь, ну, расскажите, что тут, вот, нюансы какие-то. Ну, как вы знаете, сейчас в нашем веке год, это уже много для жизни гаджета, да, прогресс идет вперед, и поэтому у нас уже полтора года исполнилось, как мы представляли хелоби, и они, соответственно, решили нас удивить новой продукцией, да, вот нам дали такую вот новинку. Юрий Андреевич сказал, ну, во-первых, тритан, вот, но тритан тоже бывает разный. Здесь тритан, ну, самая дешевка, он такой, по звуку, видите, какой, прямо очевидно, что он тоненький, такой ненадежный. Это первое. Второе. Что они ухитрили сделать? Везде в приборах, ну, нормальная резьба была, вот, старых, да? Да. А в новых они сделали, как бы, изобретение свое, ноу-хау. Они... Точечные такие дебежи, задвижки такие. Клинья. Клинья. Три клина по... В общем, выпадает прибор. По окружности. И, короче говоря, пока мы догадались, как его закрывать, да, несколько раз вот так вот эта база выпадала, когда воду нальешь. А, кажется, надо было еще, вот, мужскую силу применить, тогда в порядке. Этогорически ненадежно, скажем. Значит, была у нас тут заминка определенная, залили и вот эту вот воду, Эйвен, и включили уже, ведь не было до результата нашего исследования. Значит, мы, соответственно, просто сейчас налили сюда воду другую и просто измерим до и после. Давайте мы сделаем это, потому что какое-то время будет вода же генерироваться. Ну, короче говоря, вот я Хэллоп открываю, и новый прибор открываем, и заливаем воду. Значит, когда зальем, я измерю ОВП, мы измерим, соответственно, водород до, а потом измерим после и посмотрим результаты, разницу. Так, я даже вот этот прибор Хэлл специально залью даже меньше воды, вот специально, чтобы, так сказать, ему фору дать Хэллопом. Давайте вот так вот сделаем. Так, значит, закрываем крышку здесь. Кстати, она закрывается изумительно, она плотная. Ну, об этом мы о достоинствах потом поговорим. Так, значит, все, есть. Теперь, вот я еще раз покажу. Тут, ну, немножко на калибровке будет разница, погрешность, но не страшно. 457, 458. Я уж не буду сейчас калибровать до идеала. Мы погрешность, ну, средний показатель возьмем. А, крышку зачем я закрыл? Так, я не знаю, давайте так. Вы тоже параллельно вот этот тогда измерите водород. Вот этим прибором классический вариант, что делали всегда. Но мы объясним, в чем сейчас суть. А потом каплями. И вот тут будет нюанс. Как компромисс. Как компромисс. Сейчас, значит, я аккуратненько про ОВП посмотрю. Так, ставим первый. И ставим второй. Ноль. Ноль, да? А сейчас давайте покажем людям. Сейчас я возьму, покажу так, чтобы это было. Это вот он, ага, зафиксирован. Ноль. Ну, естественно, в другой воде, но дайте в другой тоже. Я думаю, там ноль. Ну, наверное, чудес не бывает. Ноль, конечно, давайте. То есть, ну, ноль водорода, потому что там мы не генерировали еще. То есть, вот этих анионов водорода свободных нету пока. Так, теперь. Очень хорошая вода, кстати. Потому что, еще раз говорю, от минерализации, от прочих факторов. От того, вот она прошла у меня через фильтр титан. Это там вспененные титаны. Поэтому такая особая очистка одного. Но он еще и как бы делает химическим способом. ОВП выгоняет. У меня-то из скважины. Вот вы помните то видео, которое было про пайны измерения. Мы сейчас ставим сюда этот кусочек. Прямо из-под крана я наливаю. В общем, средняя плюс, допустим, там 35 получается сейчас. Здесь сейчас. Ну, здесь что? То же самое, естественно, будет. Ну, да, конечно. То есть, у нас не минус. Ну, вот я на одном сейчас вам покажу, чтобы не было там, допустим. Это плюс. Вообще, из-под крана плюс 400, если со скважины. Ну, а уже после фильтров вот плюс там 60, 70. Так, хорошо. Теперь убираем. Их я сейчас уберу. Выключу измерительные приборы. Вот выключу. Теперь мы запускаем. А, стоп. Но самое... Теперь давайте уж тогда до померяем с вами водорода сколько, да? Капельным методом. Или... А, капельным 0 будет. Все равно какая разница? Мы потом на контрасте посмотрим, сколько здесь после генерации получилось и сколько здесь. Закрываем крышки. Включаем. Давайте на какой режим? На длинный. На длинный. Выключать. А, значит, как включать? Давайте сразу покажем. Здесь сенсорный применен принцип. Кстати, это хорошо тем, что кнопка механизма не будет изнашивающегося. Вы не перетыкнете. Нельзя силой тыкать. Просто вот давайте я сделаю, как будто... Я сразу тоже не понял. Вот. Два или три раза или сколько там выключили. Давайте, включайте. По центру. Ну вот я включил на длинный цикл. А чем отличается длинный от нее? То есть, как он будет давать? Сколько минут генерирует так, сколько так? Вот, смотрите. Зеленый, да? Это пять минут. Короткий цикл. А вот пошел уже фиолетовый. Зеленый это старт программы. А, в начале. Стартовый. А вот когда синий, это уже... Это на один щелчок больше. На один щелчок больше, да. Все, вот пошли пузырьки. Ну все, у нас пошел процесс, и вы тоже включаете. Я включу, да. Так, теперь включу. Два разных тоже, да? Так, его надо держать. Я уже забыл. Вот, зеленый, правильно? Это семь минут или сколько там? Восемь. Восемь минут. Все. То есть, они примерно будут... Ну, этот чуть меньше работает, чем... Все. Отложили. Давайте сюда поставим. Забыли пока. Потом измерим ОВП, водород и прочее. Сейчас я уберу пока. Так, Игорь Александрович, давайте расскажите тогда, пока я буду вот это вот делать, про что мы сейчас... Про завод говорили, про Хелуби. В чем еще была суть? Расскажите про эту проблему, когда... Что случилось? Да, почему мы, собственно, изучать стали, что за проблема? Ну, стали разбираться с качеством, писать письма постоянные, ругаться с заводом. Они не очень-то хотели признавать свои ошибки, тем более за это платить. Провели собственное расследование. И что выяснили? И выяснилось то, что, оказывается, этот завод рассчитывал получить крупный контракт на производство ионизаторов воздухов для автомобилей. Контракт... Для китайской компании, да? Для корейской. Корейской? Да. И они должны были массово их выпускать и распространять мультилевер-маркетингом, да. Они, значит, получили финансирование в банке, сделали оборудование, а эта компания лопнула, заказчик. И они остались, значит, у разбитого корыта, без денег, без заказа. И поэтому говорить о том, чтобы как-то они в дальнейшем могли развивать эти наши приборы, вкладываться в качество и тем более отвечать за него. И мы просто поняли, что когда люди уже не держат слово, а там было очень много моментов, на которых мы их ловили, когда они теряют в качестве, допускают халтуру и прочее, и прочее. То есть, как было развитие? Помните, сначала они вот эти вот замоченные поролоновые таблеточки клали и говорили, что... А потом, когда мы с ржавчиной получили один раз, мы с ними ругались целое было. И они перестали, говорят, ну тогда вообще никак не будет. Ну, вместо того, чтобы лучше технологии, они взяли и просто их удалили. Да, это я сразу еще раз скажу, что само качество изделий, главное ведь вот эта дюпоновская, да, мембрана, которая американская в электролизном блоке стоит, это все было прекрасно и отлично. В наших партиях, которые вы получали, мы проходили там, апробацию здесь, и, соответственно, мы точно это знаем, что это качество. Если вы где-то покупали в других местах, это совершенно, конечно, что-то, да, потому что по аналогии, я говорю, подделок стало делать очень много. Поэтому не рискуйте, дорогие друзья, берите приборы только у меня на сайте, потому что у нас всегда обратная связь, естественно, у кого батарейка там, например, выходит из строя, мы меняем, мы сейчас получили партию батареек, кстати, на сайте выложили для Хеллоби. Не волнуйтесь, скоро будут, знаю, спросите про стекло. Тоже все это будет. Вот, и в итоге, короче говоря, когда стечение обстоятельств, жалобы, там один из пятнадцати, например, подтекает, вот как я показывал, и прочим, и полгода, да, где-то, искали, думали, выбирали. В результате, поскольку, Игорь Александрович, там, ну, в этом водородном клубе тоже там США вот состоит на форумах там закрытых, переписывается, расскажите тогда уж о человеке, собственно, почему именно выбор стал на эту технологию, вот на этот завод? Ну, во-первых, если полтора года назад, когда мы Хеллоби представляли, да, там был тренд протонообменной мембраны, да, у кого лучше она, да, и потом Хеллоби, вы помните, в отличие от Пайна, убрали дополнительную камеру, то есть уменьшились габариты и так далее, вот. Сейчас между производителями пошла борьба, ну, не то, что борьба, попытки увеличить концентрацию водорода. А для чего? Давайте сразу скажем. Да, это делается не просто так, не для маркетинга, а для удобства потребителей. Почему? Потому что, вот, опять же, на этом вот форуме, про который Юрий Андреевич сказал, обобщили американские ученые все работы, которые были по пользе водорода. А можно назвать фамилию человека? Статью, вот, последнюю написал Тайван Хаббард. Кто он? Тайван Хаббард, ну, он просто активный просветитель, да, водородный темный. А по образованию? Ну, а вот второй, Тейлор Ле Барон, да, этот основатель фонда изучения молекулярного водорода, и он же биохимик, прекрасный ученый, он великолепный. В общем, короче говоря, вот этот прибор, он им пользуется. Ну, это Юрий Андреевич, так, это неофициальные данные соцсети. Это, сразу скажу, это неофициальные данные, поэтому... Потому что организация не коммерческая, они занимаются только просветительством, он не рекламирует. Ну, как бы, в своем сообществе мы это знаем, да. И в этих исследованиях, которые обобщили, вот, кстати, говоря только что, произошел щелчок. А, ну-ка расскажи. Это сработал редукционный клапан, да. Это инновационные технологии, которые нету ни в Хэллоне, нигде больше. Это потом, подробно, да, но сейчас он просто был щелчок, он сработал. Потом обязательно расскажем. Вот. Значит, в исследованиях о том, о чем вы все время спрашиваете. Сколько надо пить водородной воды в день? Какая норма для того, чтобы почувствовать терапевтический эффект. Ну, и было, значит, в этих статьях, в научных исследованиях, да, обобщенных, цифра от 1 до 3 миллиграмм. Сейчас она... Это содержание водорода на литр? Содержание водорода, нет, содержание водорода вообще, которое необходимо человеку... А, в день. В день. А сейчас, значит, 1,8 миллиграмма до... Подняли планку. Семьи-двух, да. Потому что, ну, исследования идут и считают, что... Да, более, так сказать, точно. Что это означает? Что такое 1 миллиграмм водорода? 1 миллиграмм водорода, это все равно, что выпить 1 литр воды с концентрацией водорода 1 пи-пи-эм. Или тысячу единиц, как по-другому там. Если 2 пи-пи-эма, да, то, соответственно, вам надо выпить пол-литра для нижнего предела терапевтической эффективности, да. Ну, и, короче говоря, чем выше концентрация или уровень водорода в растворе, да... Тем можно меньше пить воды. Меньше пить. А для некоторых людей... Это жизненно важно. Это очень важно. Например, у кого там отеки, проблемы с почками, там, ну, там с сердцем, да, там масса есть диагнозов, при которых действительно слишком много воды пить нельзя. В общем, это главная причина, не будем забивать вам голову. Суть в чем? Что, поскольку здесь содержание, вы сейчас убедитесь, гораздо выше, это прорывная технология, которая как раз конструктивно, вот новый принцип, который позволил это сделать просто, то есть, чтобы в одном объеме воды, ну, примерно при равном времени, да, генерации, была гораздо выше концентрация содержания неоноводорода. Кто-то скажет, слушайте, у нас же будут многие новые люди смотреть, давайте скажем сразу. Я поясню, кто скажет, а зачем этот водород и так далее. Я советую, вот чтобы сейчас долго не говорить, вот книгу есть такая, Геннадий Гарбузов, это доктор-врач. Он очень много книг написал, это ученый-исследователь, и вот такая книга интересная, ионы водорода лечат рак. Я позволю себе маленькую буквально цитатку, а просто подробно у меня вот под этим видео, вы увидите, кто не поленится, нажать еще слово, откроются ссылочки, и там подробно я расскажу, посмотрите, все эти жизненно важные информации, ну, не поленитесь, но я зачитаю буквально совсем кратко. Практика показывает, это этот заканчивается, ну, ладно, пусть закончится, и там сохраняется очень долго водород, кстати, и здесь, и здесь. Вот практика показывает, что при ряде типов раковых опухолей без подключения метода лечения йодами водорода остальные методики могут просто не сработать. И еще, о сочетаемости, например, химиотерапии с лечением йонами водорода эксперименты подтверждают, что такое сочетание не только не мешает разным методам, а также повышает общую эффективность. Здесь подробно. Конечно, сложно достаточно для простого человека, это я простые вещи сказал. Здесь много биохимических терминов, там, физических, биологических, но, тем не менее, в принципе, человек, если прочту эту книгу, поймет подробно, что для простоты я вам посоветую, кто еще не в теме. Это я рак и почему говорю. Ну, вы понимаете, что рак – это самая большая проблема сейчас, в современном мире он молодеет, растет число больных, и на то есть объективные причины. Это совершенно их много, но вот у меня есть такая лекция «Девять причин болезни», там вы можете посмотреть все, хотя сейчас добавлены еще новые, ну, это специфика там, да, мы не говорим об облучении, там, понятно. Теперь, это антиоксидантная проблема, то есть воздействие свободных радикалов на клетку – это главная причина, хотя есть первая причина, есть вторичная. У меня по онкологии есть несколько видео, которые я очень рекомендую вам посмотреть. Теперь, говоря о воде, водородная вода позволяет моментально, после выпитого стакана воды, через несколько секунд, если она теплая, можно до 40-45 градусов выше, нельзя заливать сюда воду, сразу скажем, а вообще через 20-30 минут полностью через кровь в каждую клетку организма, во все среды организма, кровь, лимфу там и так далее, проникнут вот эти самые маленькие атомы на нашей планете – водород. Он через полиэтиленовые пакеты проходит, даже измерения ролики, вы могли у меня видеть, которые это показывают. Я советую вам посмотреть видео, как в Японии уже официально медицина лечит, например, даже рак головного мозга – это самая одна из сложных форм онкологии. Лечит что? Лечит рак, применяя там термальные технологии, обязательно водородную. В ванны погружаются в большую концентрацию водорода. Если человек будет пить эту водородную воду, он будет получать мощнейшую антиоксидантную защиту. Вот эти миллионы свободных электронов ОВП, которые минус, это есть, вот это показывает большое количество свободных электронов, которые, как доноры, будут отдавать себя тем нашим клеткам, которые подверглись воздействию свободных радикалов, лишились одной из пар находящих по внешней орбите электронов, потеряли электроны, и вот эта клетка, потерявшая один из парных электронов, она становится агрессором. Она должна либо погибнуть, она борется за свою жизнь, либо она притянет, вырвет у соседних клеток электрон свободный. А теперь появляется уникальная возможность. Эти свободные электроны, миллионы в каждом стакане, сотни миллионов, в организм попадают, сейчас, и будут эти электроны отдаваться этим клеткам, которые подверглись воздействию свободных радикалов и лишились пары, и клетка восстанавливается, то есть она не погибает раньше отведенного природного срока, по этой, по крайней мере, причине. За годы потребления этой воды человек экономит годы жизни. Фактически, это просто математический расчет, за годы миллиарды клеток экономятся, не погибая, а у каждой клетки, кроме стволовых клеток, со симметричным типом делений, кроме раковых, кстати, клеток, а эти делятся вечно, любые другие клетки нашего организма делятся только 50-60 циклов. И вот тут-то и вопрос, чтобы не было слабины в определенных органах, когда по каким-то причинам, под воздействием свободных радикалов и так далее, там произойдут быстрые смены клеток, и конечная стадия деления метоза клеток – это всегда онкология. Поэтому, как правило, люди умирают от рака, только те не умирают, кто просто умер раньше от инфаркта, инсульта, ну, более из кратичных причин. И поэтому я говорю, что вот эта защита, она объективна, водородная вода – тема изучена абсолютно. Кто говорит, что это глупость, это либо идиоты, либо невежды абсолютные. И вот под данным видео будет тоже куча научных статей, ну, правда, на английском, к сожалению, тем не менее. И других исследователей полностью подтверждают вот то, о чем я говорю более подробно. Во-первых, книга, некоторые видеоролики, которые я вам советую обязательно посмотреть. И вот теперь давайте, не будем здесь более подробно. Игорь Александрович, что вы сделали? Вы сейчас из Хеллоби. Я из Хеллоби налил 0,6 мл, как полагается, в специальную емкость и меряем с помощью H2Blue. Это метиленовый синий с палладиум-катализатором. Так, давайте. Что будет говорить? Одна капля – это 0,1 ppm. Одна капля, дайте я подниму сейчас. Промазал, еще раз промазал. Давайте сделаем так, сейчас. А давайте, ну, хорошо. Вот, не, давайте сейчас, знаете, что сделаем? Нет, это надо Юрию Андреевичу вылить и помолву. Да, нет. Сейчас давайте в прямом очереди все-таки это сделаем. Ладно, бог с ним. Давайте сейчас так. Сейчас я помою вот в этом стакане. Так, все, я теперь сейчас мы тут нальем и прольем. Именно по-риски. А я сейчас делаю так, чтобы люди просто это… А, мы не замерили ты этот, УВП. Ну ладно, он сохраняется в любом случае. То есть я сполоснул. Давайте 6 миллиметров, миллилитров сделаем. Вот по-риски. Я знаю, знаю. Оп, перебор. Сейчас мы отольем. Да, практически идеально. Только давайте тебе сейчас просто поднимем вот так, чтобы видно было на камеру. Ну, давайте начинаем. Раз, два, три. Сейчас поясним. Сейчас размешаю. Есть крышечка? Пять, шесть. Попробуйте помешать. Крышка есть, нет? Нет, нет. А, капельки у вас просто здесь, поэтому я. Ну, вот так вот, да. Так, цвет должен измениться. Так, шесть. Семь. Ага. Восемь. Сейчас подождите. Ну, как бы все на этом. Семь, восемь, ноль семь, ноль восемь. А почему? Потому что концентрация, цвет стал почти черно-синий. Да, все. Это говорит о том, что произошел вот этот порог. А расскажите, почему вот этот прибор не точно оказался? Все-то думали, он очень дорогой, японский. Почему оказалось, что это неправильное измерение? Ну, долго спорили на эту тему, на самом деле, Юрий Андреевич. Более того, я вам скажу, японская ассоциация водорода долгое время считала это официальным прибором. Но он в Японии делается, поэтому, соответственно... Да. А все-таки мы-то тоже все надеялись, что... Но уже вот доказано о том, что на самом деле он не является классическим пониманием газоанализатором, да. Он просто меряет ОВП... Тот же ОВП, но алгоритм, который зашит... Но зашита там микросхема, по всей видимости, которая по алгоритму пересчитывает ОВП... Во водород, ион-оводород. И вот этот ОВП пересчет, алгоритм, очень от многих факторов зависит. Это как я рассказывал, что нитрат... Что нитрат-метры тоже имеют вот эту проблему в зависимости от содержания в овоще-фрукте, который вы меряете, количество воды. И вот от того, как... И там каждый полпроцента содержания влаги играет очень большую погрешность. Примерно то же самое обнаружили, оказывается, вот в этом дорогом анализаторе. Поэтому мы сейчас, конечно, померяем, что получилось с ним. Вот прямо сейчас, отсюда же. И перейдем к этому прибору. Так, Игорь Александрович, давайте сдачу так. Итак, у нас здесь реально 7,5 примерно... Да, ппм. 0,7. 0,75. 0,75 ппм. Померите теперь вот здесь. Это, во-первых. Они, как мы думали, всегда больше. То есть, вот то, что... Это просто реальные показатели, но на контрасте мы сейчас увидим, что здесь будет. Просто увидим. А вот этот мерит завышенное. Видите, сразу. Сколько он мерит? Ну, 982, 992. Сейчас он пойдет еще ниже. 1000. Единица. Единица. Уже не 0,75. 1 ппм, да. А мы тогда измеряли, тоже было 1,1, 1,2. Вот так. Ну, от воды. Это зависит тоже от исходной воды. Ну, короче говоря, колеблется. Вот максимально было 1015. 1015. Да. Давайте, держите его пока в воде. Ну, это хороший показатель, на самом деле. Это прибор хороший. И показатели хорош. Вот это что сейчас произошло? Это давление там такое? Тут такого нет, в Хэллобе не было. Нет, конечно. А из-за чего здесь такое? Ну, ладно. Концентрации нет. А вот теперь из-за этой придумки хитрой, в том числе, но не только из-за нее, здесь концентрации должна быть больше. Давайте проверим. Давайте начнем с капель. Нет, 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 давайте прямо с этого, уж на контрасте посмотрим. Включайте его и покажите, что... Давайте сначала сюда. Нет, 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 вот так его нельзя. Это прибор такой, очень капризный. Вы его прокалибровали, да, сейчас, до начала? Ну, вот он уже идет больше, тут тысяча, тысяча, ну как, немного больше, тысяча пятьдесят. Ну, теперь посмотрим на капли. Тут тысяча шестьдесят, на капли много мерить. Потому что, смотрите, чем хорошо капельный метод? Не как сам по себе. Ладно, бог с ним сам по себе, это не совсем правильно. А на контрасте. Вот на контрасте. Давайте сначала что сделаем? Промоем, сейчас, подождите. Один, ноль пятьдесят, да. То есть, разница вроде небольшая. Теперь смотрите. Нет, да, давайте, наливайте полный его. Мы просто промоем, чтобы не было капель, которые могут... Ну, на пол, кафельный не страшно. А теперь давайте наливаем четкое количество нужное. Вот, и давайте сейчас тогда измерим... Да, а я же ОВП не меряю, господи, боже мой. А я пока давайте сейчас ОВП измерю. Я начинаю считать капли. Давайте. Так, давайте, знаете, куда? Вот сюда поставим. Стоп. Ну, считайте вот здесь наверху. Удобно вам будет здесь, чтобы лучше видно было для зрителя? Сейчас вот так. Тут воды чуть-чуть больше. Больше? Так, вот давайте. А я пока на одном измеряю. И на другом. 457, на другом 460. Давайте я его немножко подкалибрую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Один старый прибор, другой новый. Здесь жидкость новая, здесь старая. Поэтому тоже неточные показатели. 15, 16, 17, 18. Неужели 1,8? Порог перешел или нет еще? По-моему, или нет? Еще не совсем черная, да? Сейчас. Мы просто доизмеряли еще, ну, естественно, до съемок пробовали тоже, сидели все то же самое. И как бы... Ну, наверное, 1,8 это сильно сказано. Где-то 1,7 получилось здесь. То есть, это пусть капля лишняя, скажем, получилась. Вот вы видели, что до этого было сколько капель у нас? От семи до восьми капель. А здесь от семнадцати до восемнадцати. А вот это реально... А до этого мы не на камеру, у нас был показатель еще выше. Ну, да, ну, это просто еще раз говорю. Ну, короче, до двадцати доходит. Вот это зависит от того, какую воду. Мы же до этого заливали вашу, которую вы привезли в бутылке. Сейчас мы из-под крана у меня залили. Разумеется, водорода количество в воде тоже какое-то есть. И от этого будет зависеть. То есть, у нас до этого было чуть больше. Сейчас чуть меньше. Пусть чуть меньше, еще лучше. Но главное, не в два раза, а в два и три десятых, два и два десятых раза здесь реальное количество анионоводорода больше после генерации, чем в Хэллобе. Хотя и в Хэллобе хорошие показатели. Кстати, Юрий Андреевич, вот скажу вашим и нашим, и моим зрителям. Вот этот прибор, еще раз говорю, очень долго считался официальным. Но он, показатели его, да, вот раз... Минус триста будем считать. Сейчас тоже, кстати, показатели очень хорошие. Сейчас отдайте, вы же я додел. Сейчас видите, извините, потому что вырезки мы не будем делать. Сейчас специально, пусть косо будет криво, но люди... Триста. Короче, средняя триста-триста-двадцать. Примерно. Сейчас попробуем здесь сразу сразу переставить. Отряхну я их, ну, чтобы в этом огромном объеме воды разница, в принципе, это... Так. Вот, давайте, сейчас запуталось туда. Короче, давайте, я не важно, на одном просто... 460, 470, и он идет ниже, да, вот смотрите, дорогие друзья, давайте я просто один, сейчас вот вам покажу, вот так, очень неудобно здесь с этими проводами. Тоже экспериментировали, проливали, вон, жидкость синькую, это вообще-то не ототрешь, это деревяшка. Сколько там у нас? 480, в общем, до минус 500. Это при том, что, значит, соответственно, даже минус 300 хороший показатель. Но тут-то главное не только ОВП. Содержание водорода, вот этих анионов, это самое главное показатель. О чем я почему зачитывал с книги, и почему, кстати, я по ней, знаете, что сделаю? У меня есть такая рубрика по аналитике. Как я анализировал в свое время труды профессоров, вот это Варбурга, известного, да, Кэмпбелла. Так вот, я также сделаю аналитику по этой книге, обещаю, ну, не прям скоро не обещаю, но сделаю. И тогда будет у вас, ну, просто изумительное понимание, потому что читать всем, ну, трудно будет, долго, не все поймут. Однако я вам дал данные, где посмотреть. Ну, вот, допустим, вот, ну, то же самое, 485 здесь выровнялось на втором, 460, то есть минус. То есть, ну, я еще раз говорю, неточность калибровки, между ними берем 470 получается. Ну, прекрасно, я считаю. Это очень хорошие показатели, больше просто нет смысла. Еще раз, главное, не только сам ОВП, а соотношение этих двух показателей. ОВП и содержание вот водорода, иона водорода, отрицательно заряженных, да, частичек, в, значит, в, соответственно, жидкости. Итак, эксперимент мы сделали. Все понятно, еще раз покажу. Последнюю фразу можно, Юрий Дорисович, ставим, да? Обязательно, давайте. Вот приборы Troslex долгое время являлись официальными, и, как бы, ими все пользовались. Все, а я, мы тоже. Но, и мы тоже, если мы говорили, что показатели водорода в Хеллобе 1.1.1.2, мы вас не обманывали. Мы, потому что мерили вот этим, и вы убедились. И в Пайне мерили тоже, да? И в Пайне все мерили этим. Но, вот, капли, к сожалению, это, как бы, вот, опровергают, да, и мы об этом честно вам говорим. Кто-то мог бы сказать, вот, кстати. Ну, вот, кстати, Юрий Андреевич, многие недобросовестные продавцы, да, до сих пор, до сих пор пользуются вот этим прибором, да, манипулируют им. Приборы свои показывают с вставленным туда этим прибором. В чем неизвестно, как налитой водой. Да, и показывают чудеса. Типа, 3 минуты, там, 1500, там, и так далее. И не в этом дело. Короче говоря, если вы захотите купить качественный прибор, если не захотите этот купить, то, пожалуйста, требуйте у продавцов тест капельный. Давайте мы его покажем. Тогда вы будете понимать. Значит, и еще, очень важно это. Дорогие друзья, еще раз, просто вот, чтобы завершить эту тему. Вот смотрите, вы помните, сколько был, показывал этот прибор после генерации? У нас было в одном единице, а в другом один, там, 0,50. То есть, практически, вот эти 0,50, это во сколько? В 20 раз всего лишь 1,20 плюс. То есть, плюс 1,20 к единице. Но когда мы измерили, а вы же понимаете, что на контрасте тут, вот, количество капель-то, она, размер одинаковый, и все. Ну, хорошо, погрешность тоже будет 1, там, десятая. Но разница-то в 2 и 2 десятых раза. Поэтому абсолютно теперь понятно, что на контрасте мы видим с вами, а видеть очевидно, это, как говорится, признавать факты. А факты говорят о том, что этот прибор в 2 раза. Мы проверяли все остальные, и Пайна, и прочее. Там все примерно хуже, чем Хэлоби показатели, но около того. А здесь изумительно. Теперь давайте поговорим. Кстати, Юрий Андреевич, последнее про эти приборы и все. Многие производители ионизаторов, не буду называть фирмы, чтобы меня в суд не потащили, показывают, что у них не только делают щелочную кислую воду, но и с содержанием водорода. И пользуются этим прибором. Так вот, есть видео, там реально показывают наши же показатели. Но у меня есть видео, где энтузиасты взяли и померили с помощью этих капель. Наконец-то. Результат был, знаете, какой? Вам в разы, да? Ноль. Ноль. То есть вообще, ну, там практически-то сделали. Вот вы видите, что я опять поместил в калибровочную жидкость, тут сколько, 457-58, да? Да. 458-458, все. То есть мы вернулись к тем значениям до измерения. И то, почему чуть-чуть разница в одну тысячную, а потому что чуть-чуть воды могло капельочку, я протирал, но все равно чуть-чуть попало. А надо не так делать, высушивать, а потом... Короче говоря, работа с измерительными приборами, дорогие друзья, это вещь... Вот не покупайте измерительные приборы, ну не покупайте, вы выкинете в помойку, идите... Нет, можно купить дорогие приборы, они от 500 евро и больше стоят. Есть приборы, где электрод один стоит под тысячу. Если нужно, пожалуйста, и помните, о чем я говорил, как ухаживать и работать с прибором. Смотрите, у меня есть такая калибровочная жидкость. Вот многие измеряют, дорогие друзья, вот эти все пикалки, которые, знаете, моноприбор такой, покупают за 100 долларов, сейчас даже дешевле, по 2000, говорят, 3. Выкидывайте в помойку, не измеряйте ОВП и другие параметры, PH и прочее, вот этими тыкалками дешевыми, одноразовыми. Я просто вот объяснял в своих лекциях, еще раз объясню. Во-первых, должен быть отдельный электрод, это целое устройство, заполненное специальной жидкостью. Он должен лежать в калибровочном стакане. Сверяться это надо перед каждым замером с базовой калибровочной жидкостью. Подкручивать, калибровать прибор винт специальный есть, до тестовой, до эталонной вернее. И вот я даже два прибора беру, давайте сейчас я включу вот их, вот ОВП-метры. Я измерю все до и после на двух приборах. Я вам сейчас покажу, сколько здесь, вот какие показатели. Вот смотрите, беру один прибор, вот вы сейчас это видите, да, сейчас что-то не повредите, провод не упал. 457, правда, вот я сейчас попробую, так будет видно. Я думаю, так либо так будет видно, что это 457. Плюс 457. А в том приборе, на обоих приборах. Вот теперь смотрите, видите, 457 здесь указано. То есть мы сделали с эталоном. Здесь тоже на литр. Этого мало. Когда я беру измерять хочу, я вот сейчас буду это делать. Я должен до измерения и до установки в калибровочную жидкость каждый из приборов специальный... А покажите, пожалуйста, такую же, вот просто по аналогии специальную... Нет, 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 еще такую мембранку эту вот... Ага, есть такое специальное микроволокно, мембранки, которыми надо вот эти головки электрода, вот этого, специальным образом чистить, чтобы снять накал. Вот я до измерений, у меня были показатели идеальные сначала, ну по уровню вот этой эталонной жидкости. Я стал измерять, и минус в одном было 20, в другом 200. То есть это совершенно пропорция сбивает, потому что нужно точно подготовить приборы к измерению. А вот эти вот моноблоки... Слушайте, ну вы теперь поняли, да, что лучше даже не дарите никому, просто выкиньте. Так, что мы сейчас, значит, убедились в чем? Ну убедились в том, во-первых, что уберем... Давайте сразу... Как это достигнуто, можно я расскажу? Давайте. Вообще, теоретически, растворимость водорода, все вы, наверное, уже знаете, 1,6 ппм может достичь концентрации водорода при нормальном давлении и при нормальной температуре. Ну, на самом деле, 1,57, да? Ну, 1,6 мы округляем, да? Вот. Как же здесь получилось вот 2 у нас? Ну, сейчас вот на ваших глазах 1,7, да? Ну, а до вас мы сделали с Юрием Андреевичем так просто репетицию... На другой воде немножко. Было 2, да? Как это сделано? Так вот, это вот сейчас самая главная задача, которую решают производители и разработчики вот этих приборов. Самый понятен путь, либо температуру повысить, либо давление, да? Значит, температуру, конечно, повышать никто не будет, А вот давление можно повысить за счет обеспечения полной герметичности, абсолютно нулевых утечек по всему прибору, да? И конструкция, которая выдерживает давление. А я пока распакую вот этот второй прибор. Здесь вот, здесь вот, есть в крышке вот такой вот редакционный клапан, который при уже повышенном давлении, он срабатывает, значит, вдавливается внутрь и еще получается дополнительное пространство. И таким образом можно будет давление вот повышенно обеспечить, что и позволяет дать вот 2 ppm. К сожалению, Хеллоби не может этим похвастаться, потому что конструкция не герметичная. Не герметичная, происходит утечки газов и давление не сохраняется. Да, они сделали какие-то шаги, вы знаете, крышка вот тоже такая, как бы она демпфирует давление, но за счет конструкции слабой, да, концентрация тоже в 2,5 раза получается ниже. Ну, что, да, совершенно верно. Ну и завершая, да, Юрий Андреевич. Ну мы еще кое-что, да, скажем. Давайте покажем вообще, я вот распаковывал устно, пока так показывал, а вы пока рассказывали. Я вот рассказываю. Стали искать, кто же такую конструкцию может обеспечить, да? Мы стали искать именно, от обратного пошли, кто вообще может сделать то. Причем, знаете что, если увеличить давление, которое здесь создается на буквально 10%, на 15%, происходит просто взрыв крышки. То есть, почему сейчас реально никто в мире не может достичь вот этих показателей. И знаете еще почему? Посмотрите на толщину стекла. Вот этот ритан, безфинольный пластик, безфинола там, то есть, соответственно, нет, это чистый экологический материал. Как было в Пайна, ну, лучше, гораздо лучше. Он имеет такую толщину, что разбить его практически невозможно. Теперь, посмотрите. И он, производители, конечно, пытались сделать из стекла, но были разрывы. Мы хотели, мы хотели. И для того, чтобы не повредить, там сказать, пользователей, конечно, приняли решение тритан. Мы от давления, вот от этого, чтобы высокого, который здесь создается. Первое, необходим был толстейший тритан, круглой формы именно. Второе, необходим были очень толстые, мощные материалы, качественные прокладки с тройным, вот таким раз, идет 2 и 3 борозды. Которые предотвращают при закручивании, они тремя пазами, как бы, ложатся туда, у любой утечки. Даже при высоком давлении, которое здесь создается, вы слышали хлопок. Теперь, кстати, на упаковку. В отличие от Хеллоб, где вот эту проблему решить не смогли, здесь идет, как бы, вот такой, на силиконовой прокладке, как запаянный, с таким лепестком, силиконовая вставочка, в эту мы головку берем, причем она, кстати, обратите внимание, тоже меньше на 25%, чем у Хеллоби. Вот мы ее открываем, вот она, и там жидкость. То есть, просто за воду открываем, и там жидкость. Мы ее просто потом, что делаем? Убираем. Вот таким простым движением. Причем, смотрите-ка, он за сколько оборотов закручивается. Не сразу, как, знаете, на 20 градусов, на 10. И он больше никак, а тут аж 3 оборота я сделал. Вот, все, закрутили. Теперь мы можем наливать воду, промыть, налить воду. Все, закрыли крышку и пользоваться. Соответственно, теперь давайте, Игорь Александрович, тут расскажем вот какую вещь. Да, в комплекте идет такая вот прокладочка силиконовая, чтобы ставить на стекле не скользило. Это, понятно, вы уберете просто, если не надо пользоваться куда-то там в коробку. Держите всегда смоченный. Если вы пользуетесь постоянно прибором, не надо это больше ставить. Просто держите там вот несколько миллилитров воды, да хоть полстакана. Просто всегда, чтобы прибор с водой стоял на кухне или где хотите. Представьте, как удобно. Вы, предположим, хотите куда-то поехать, но стаканы, а будут продаваться у нас отдельно, стаканы-то сами, дополнительные. Конечно, запчасти будут. Знаете почему? Я сейчас поясню, у меня идея такая. Вот, чтобы не возить весь прибор, ну, такой объем, куда-то, на работу, из дома, например, или еще куда-то, вы купите просто сами вот эти колбы. И держите одну на работе, другую там у кого-то еще, ну, куда там вы. И вы просто перевозите вот что. Вот такую таблеточку. Посмотрите, какая крошка. Кстати, какой дизайн великолепный. Это не просто так, Юрий Андреевич. Как будто крем какой-то дорогой. Да, как будто бы крем. И, как я говорю, вот мне напоминает дизайн изделий Apple. Ну, мы просили, чтобы сделали похожий дизайн, скажем так. Да, и смотрите, если взять вот мобильные телефоны, айфоны, лэптопы, да, они исключительно похожи и гармонируют. Прекрасный подарок. Вот смотрите, можно спокойненько взять в дамскую сумочку, прийти на работу, купить там бутылку любимой воды. Это вот Игорь Александр специально ехал ко мне, купил, говорит, понятно. Вот, тут немножко. На пол или просто? Да, конечно, на пол. Это ничего. Вот. Так. Закручивается и точно так же пошла генерация. Изумительно. Изумительно. Очень удобно. То есть, даже если вы не купите отдельную такую колбу, а ее можно купить, разбить не разобьете уж точно никогда. Но для того, чтобы просто лежала в разных местах, вы головку перевозя, могли бы... Ну, Юрий Иванович, кому-то места нет таскать в сумке. Слушайте, а выдержит она давление? Да. Кстати говоря, кстати, хороший вопрос. В инструкции об этом написано, да? Да. Но полную бутылку нельзя ставить. Поняли, да? Надо отлить где-то полтора сантиметра от края, да? Потому что иначе давление газов, оно, ну, как шар. Давайте так, чтобы не рисковать, я бы посоветовал не более двух-третьей бутылки. А вы уж сами смотрите, наливать. Ну, выключите, да, давайте уберем. Значит, теперь... О, кстати, вышло давление. Фух, да, конечно. Да, конечно, секунд работало. Да, еще раз. Конечно, все газы из воздуха, которые содержатся в атмосферном воздухе, озон, кислород и прочие, они все выводятся через клапан специальный. Остается только водород. Параметры его, как я говорю, концентрации выше. И параметры газа, моногаза в среде чище. Только мы не можем, это газоанализаторы нужно специально измерить, извините, от лаборатории. Но они выше. С фирмой, с этой теперь, чтобы не было... Люди спросят, а как же тут? Не будет опять, что через какое-то время опять проблемы и прочее. Знаете, на что мы пошли? Просто это надо сразу сказать, чтобы вы поняли. Вот чтобы таких проблем не было, подлости, хитрости, а доверять никому нельзя, мы пошли на такой шаг, что пришлось сделать, заключить особый договор. Они говорят, ну хорошо, мы такой договор заключим с вами, но нужен тогда так и с вашей стороны, чтобы мы были у вас уверены, депозит 30 долларов. Ну ладно, уж сказали. И короче говоря, это раз. Второе. Заключен такой договор, что, конечно, они... Ну, 1% всегда есть, но это почти невозможно, поверьте, чтобы сейчас они стали делать левый. А если завод другой захочет скопировать, у нас есть хитрые защиты, чтобы вы могли понять, что это только у нас может быть. Во-первых, через какое-то время, а сейчас делаются, это даже Игорь Александрович еще не знает, специальные голограммы, которые заказаны в другой стране. Знает только один человек помимо меня. Эти голограммы, я объявлю в видео это, с какого числа, и на сайте будут указаны под этим товаром в разделе «Приборы по воде» на моем сайте nadgard.ru, будет голограмма клеиться на прибор, на крышечку. Если нет голограммы, левота. Если есть голограммы, только это у меня, через меня взятое, но это с определенного числа. Значит, в любом случае, если вы купите на сайте nadgard.ru, это наши приборы и никакой поделки быть не может. Значит, это хитрость первая. Вторая. Вот этот штрих-номер специальный, штрих-код, он говорит о том… Он уникальный. Он уникален. Он, ну, короче, написать-то можно его, конечно, передрайвить, да, так сказать, но это никто не будет делать по определенным причинам в Азии, по крайней мере. Так, это вторая хитрость. И поверьте, дорогие друзья, не будем мы вам все говорить, да и нет смысла. Просто для примера два пункта приверили. Есть и другие, хитрые и секретные, ну, чтобы никто не мог понять. Знаете, хитрецов, которые только пытаются. Ведь помните, как было? Пайн иначе продавать, видят хитрецы, завистники, что вот начали сразу, знаете, как стучаться в заводы? Десятки писем директору это, соблазнять большими партиями, деньгами, давайте сделаем другое, давайте подешевле поставим, вы нам… Юрий Андреевич, если бы большими партиями одну штуку хотят купить, и то с завода. Через всякие левые сайты, что, в общем, короче, ладно, все, это кухня, вот просто вот есть наивные люди, конечно, но, значит так, смотрите, вот здесь такой прорезь, это кабель. Кстати, кабель, давайте покажем зарядка какая, придется мне… Смотрите, это уже не те тоненькие проводюшки, которые там, а специально армированные, многослойные, для того, чтобы нельзя было погнуть со временем. Вот здесь пережать, это очень дорогой кабель с вот этим хромированным покрытием толстого металла, USB-micro-USB. Естественно, micro-USB, ампераж указан в инструкции, можно заряжать не только от этого кабеля через ноутбук и компьютер, но и от телефонов, сотов, типа айфонов и так далее, да, естественно. Ну, зарядка продолжается 3-3,5 часа, то есть подольше. Ну, если человек оставил на ночь, тоже не страшно, да? Ну, нежелательно. Нежелательно. Лучше соблюдайте для более правильной инструкции эксплуатации, как завод гарантирует и говорит, 3,5-4 часа, все. Ну, заряжается так же, горит огонь, как он потух, зарядка закончилась. Если огонь потух, можно снимать. Да. Все. Ну, и, кстати, я разговаривал со специалистами по литий-ионам и литий-желесофосфатам и прочим аккумуляторам, там такая, знаете, штука, даже когда полностью вроде сделаешь, еще подержать надо какое-то время, но процентов 10-20 от общего времени зарядки. То есть полчасика подержите лучше, чтобы емкость будет раскачиваться лучше, так батарейки. И вот, да, силиконовая прокладочка, даже если когда-то, а она, посмотрите, какая толстая, примерно 3,5 миллиметра, она сдавливается сильно и расплющивается. Так, значит, это понятно, инструкция. Теперь про инструкцию. Она уже специально сделана очень подробно, не как в Хеллобе, там ее фактически, ну, просто не было. Вот, на русском языке, где досконально, показано схематично, показано, как работать, все нюансы. В общем, и в конце вы прям сами договоримся так. У нас с вами, как говорится, ну, с моими зрителями полное абсолютное доверие. Вы сами получая, пишите дату, когда вы получили, и с этого момента начинается гарантия. Поскольку эти приборы нигде не будут и нельзя, невозможно купить, кроме как у нас, соответственно, только на сайте nadgard.ru вы, если их покупаете, вы, соответственно, получаете гарантию стандартный год. Вот, теоретически, срок работы прибора очень большой, но чего говорить впустую, когда на практике это не проверено. Но поскольку это уже пятое поколение прибора. Здесь применены такие технологии и устранены такие ошибки, которые показались, проявили себя через 3 года, 5 лет, начиная от H2M до Хеллобе, что здесь это все устранено. Подгонка, я вам скажу, филигранная. А теперь я вас удивлю, кто-то скажет фи, кто-то будет удивлен. Это, друзья, не Корея, это Китай. А мы не нашли в Корее такого завода и фирмы. Мы обращались, мы устраивали тендер, кто будет производить. Нигде не смогли гарантировать, когда до подписания, на словах гарантировали, а когда дошло дело до подписания договора, уклонялись. И только один завод, он занимается там и оборонными вопросами, там разными, интересными. Это как было с вдыханием водорода, кстати, вот прибором китайским тоже, который лучше любых японских. Ну, не хуже, по крайней мере. И, к сожалению, их сейчас нет, будет другой скоро. Но об этом мы сделаем в одном отдельном видео уже. Очень скоро. Ждем, мы их ждем, это будет просто бомба. Они будут еще лучше. Да, и так вы поняли, что то, что в Китае, это не страшно. То, что в Китае бывают разные айфоны, все, вот у меня стоят дорогущие эпловские компьютеры, все это тоже делается в Китае. Китай, да. Но Китай, Китай рознь, и есть теперь дорогой, хороший Китай, не хуже Америки, Японии. Он переходит на исключительно договорные обязательства под конкретную задачу. Почему есть ГЭН на палочке, извините, а есть айфоны, которые все-таки там, ну, кроме партий, которые теоретически могут быть бракованными, завод опять-таки это решает. Юрий Андреевич, на злобу дня, Хуавей, и этим все сказано. То есть уровень у них он уже какой, да? Уровень? Да, абсолютно. Электроника развивается очень бурно, и Корея отстает уже. Итак, еще раз. Вот как прекрасный крем, я вот говорил, но мы это так про совсем, про себя можно сказать. Это прекрасный, дорогие друзья, подарок. Я вас прошу сейчас, не полениться. Вот мы включим только 2-3 кусочка отзыва тех людей, которые пользовались даже Хэлоби, родными заводскими нашими, произведенными честно еще тогда Хэлоби. И какие были результаты у людей, которые они сами, приходя на ярмарки, каждый последний вот суббот, воскресенье, каждого месяца, последнюю неделю, проходят ярмарки. Вы подпишитесь, кстати, на рассылку новостей. Будет под видео тоже как-то подписаться. И вы не пропустите все новости от меня в уведомлении. Так вот, где люди рассказывали, что произошло через несколько дней, через неделю, 2-3 буквально, не то, что год, 2-3 недели. С родителями что происходило? Два мужчины, вот одну и ту же историю. Давайте сейчас их покажем. Двое мужчин примерно одного возраста, разные, в разные недели рассказали о своих мамах примерно одного возраста. Вот прям ставим даже так. Наш один из клиентов купил пайна, вот этот, с ротонной обменной мембраной, генератор водорода. И вот история случайной женщины пришла, спрашивает, а вот наш покупатель... Да, значит, я купил действительно такой прибор пайна. Да. Вот. И поскольку у меня мама пенсионерка, 80 лет, вот, и у нее затруднение как бы с мочей спускания. Ну, с кочками проблем. Ну, да, да, есть определенные проблемы уже с кочками. И она днем практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принес прибор, сделала она воду. Да. Именно, да. Вот, выпили, сидим, разговариваем. И вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. Ушла в туалет, долго ее не было, возвращается. Я говорю, с детства так практически не ходила в туалет. То есть, прудила, извиняюсь, угрожение, как лошадь. Здорово. Вот. И где-то неделю у нее вот выходила, выходила, выходила из нее. Ну, это же отеки, да, вот такие? Сейчас поменьше, да, голова немножко так спала у нее. Она просто перед этим ударилась, трясение мозга, прочее, как раз. Вот. Вот пока могу только это сказать. Ну, это прекрасно за две недели. Ну, здоровью вашей маме. Благодарю вас за отзыв. Благодарю. Благодарю вас, Юрий Андреевич. Благодарю. Только что просто человек подошел, рассказал историю про хэлоп-рибор. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке. И где-то через недельку потом, почему запомнил 17 число, как раз я через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фокус есть. А, и фокус. Да. Мама говорит, я стеснялся, потому что мужчина из женщин. Это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти. Она очень много есть и таблеток. В общем, у нее там 80-летие в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснялся тебе сказать, но говорит, я давно-давно, так не... Если раньше один раз в столе сходил, за три дня, вот сейчас каждый день... Ну, по-малому, так сказать, вот то, что... В большом. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то, само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Понятно, ну, там есть все подряд. Ну, понятно. Есть все подряд, и таблетки подряд, и так далее. И тем не менее, она ощутила сразу, да? Я сам удивился. Почему я не сильно удивился, потому что я сам, когда я одновременно взял этот аппарат, я выпил стаканчик днем, и черковый этот стаканчик. У меня не было обычно ночью, я не состою в туалет, когда, практически. А тут три или четыре раза, я сразу до ночи бегал. И кучки сразу начали работать. Да, да, это и как-то ощущение. Почему, да? Почему я потом у мамы-то и спросила? Она говорит, просто фантазик. Я говорю, я настолько благодарен, передай этому парню, где ты эту фантазику пил. А теперь вот, когда вы посмотрели, вот под видео, посмотрите, если захотите глубже разобраться, все эти видео, неподдельные приборы, которые соблюдают вот эту уникальную технологию двойных протоннообменных мембран с дополнительными новыми уже инновационными технологиями, что они позволяют, чего добиться по здоровью. Посмотрите по ссылкам, не поленитесь, очень большое количество таких отзывов людей. И еще раз говорю, не через год когда-то полученных, а буквально считанные там, будем говорить, дни и месяцы. Так, помните об этом подарке. Градация цен у нас будет очень весьма максимально, скажем, большая, насколько мы смогли это сделать. То есть, от 25 тысяч до 20 тысяч и даже ниже цена, в зависимости от количества купленных приборов, мы приглашаем сотрудничество дилеров. Пишите вот на эту почту электронную тех, кто хочет заниматься распространением этих приборов, то есть будущих наших оптовиков. Мы обеспечим информацией, вы можете пользоваться этим видеороликами, прочей моей информацией. Теперь, розничных клиентов. Поговорите с друзьями, знакомыми, родственниками. Если захотите купить много приборов, мы будем делать хорошие скидки. Скидки указаны всегда в реальном времени, какие сейчас они есть, на сайте nadgar.ru в разделе «Приборы по воде». Когда заходите на этот товар, вы увидите на данный момент, на запись сегодняшнего дня, какая градация цен. Ну вот, пожалуй, все. Давайте, Игорь Александрович, подводить итог. Что мы можем еще сказать важного, интересного? Ну, подводя итог, хочу сказать, что мы запускаем в нашу программу прибор, который сегодня самый компактный на рынке, вы видите. Да. Самый производительный на рынке. Самый качественный. На мой взгляд, самый симпатичный. Ну, это однозначно. Ну, и качество сборки, упаковки, продуманности, вообще без компромиссов. Полгода ушло на то, чтобы устранять и устранять, тестировать и тестировать те элементы, те проблемы, которые были в других, во всех приборах. Вот, слушайте, вы просто не знаете, но я вам скажу, вот, допустим, вот такие были приборы корейские, очень дорогие, кстати, дороже Хеллога в себестоимости, гораздо вот такие, с огромным стаканом, смотрите, вот для сравнения, да? Очень мощная мембрана. Крышка тоже, чтобы давление не раздуло. Посмотрите, какая сделана. Ну, топором можно рубить, да? Короче говоря, он гораздо дороже, но дело не в этом. Он гораздо хуже этого прибора. Вот примерно 20-30 производителей мы до того, как решить, с каким, которые нам давали технические характеристики, мы проверяли, давали на все виды исследований, которые сами не можем сделать. Я вам скажу, что лучше этого прибора нет. Мы вам сегодня многое показали, то, что можно показать, но, конечно, это не все. Будут новые выпуски обязательно. Надеюсь, что эти приборы вам понравятся. Очень. Вы их оцените. Результаты мы будем ждать от вас. Я прошу, не ленитесь. Вот я очень жалею, что многие люди, вот многие на ярмарке, знаете, как приходят, рассказывают, я говорю, а вы можете то, что мне сейчас за кулисами рассказали, на камеру сняли? Ну, и кто-то говорит, ну, ладно, расскажу. А кто-то говорит, ну, нет, не хочу. Конечно, кто не хочет больше. Так вот, если не ленитесь, и если вы все-таки захотите рассказать свои результаты, мы будем для наших зрителей публиковать. Пусть люди знают, что водородная вода – это уникальное лекарство. Это не только профилактика, там, и так далее. Это уникальное. Вода – это основа жизни. Вода как именно растворитель, а не раствор. Поэтому надо пить воду. А воду с отрицательным ОВП, с количеством таким, более одного ппм – это вода долголетия. Я еще раз скажу, что те центры сверхдолгожителей, которые были изучены и были когда-то, существовали на нашей планете, везде вода имела отрицательный ОВП, пусть даже минус 50 млв природные, там, бывали уникальные минус 100, и обязательно она была мягкая, она была, соответственно, ОВП там был минус, и водорода было около 0,7-0,8 до единицы. Сейчас позволяют технологии сделать больше. На нас, дорогие друзья, с вами воздействует столько вредных факторов нашей жизни, что сейчас без искусственных технологий получения этой воды, ну, можно жить, конечно, но молодеют болезни, молодеют онкологии, другие все заболевания. Это воздействие свободных радикалов от электромагнитных излучений на клетку организма, вышибают электроны. Это воздействие химических разных средств, это воздействие жареной и прочей копченой, прочей еды, это воздействие угарных газов, автомобильных выхлопов и так далее, со всей таблицей Менделеев. Все это свободные радикалы, которые разрушают клетку, а это свободный электронный противовес. Давайте несколько для ликбеза таких вещей, потому что спрашивают, я просто замучился писать. Первое. Не сравнивайте перекись. Говорят, а перекись водорода можно? Перекись, окись, окис, окислы. Что так? Это окисление. Вы хотите убивать себя? Знаете, почему? Сразу не умывайки нас и так далее скажут. Вы знаете, почему это работало и работает? Это мощнейший дезинфектор. Почему перекись? Для руки, чтобы зараза не попала. А если внутрь организма, там в каплях. Да, это временно бьёт вирусы, грибки, бактерии, потому есть прекрасный результат. Но если в долгосрочной перспективе перекись долго потреблять, это мощнейшее старение организма. Это мощнейший окислитель. То есть, это и есть свободные радикалы. На этом основанный принцип, кстати, вот этого прибора или аналогов, который делает противоположный электролизу процесс, который идёт здесь. А именно образование УАЖ-гидроксилорадикалов. Мощнейший мутаген и свободный радикал. Если опрыскать любую поверхность, руки, там, дверные ручки, да, то происходит следующее. Уничтожаются вирусы, грибки и бактерии за считанные секунды. Поэтому как раз, значит, важно, чтобы было не окислитель, а восстановитель. И эта вода, дорогие друзья, восстановитель. Поэтому её не то, что можно, а и нужно пить. И пить много, и пить постоянно. Но теперь с этой водой не обязательно пить много. Вам достаточно буквально 2-3 стакана. Разумеется, вы можете выпить хоть 10. Хуже не будет. Лишние свободные электроны улетучатся. Они выйдут из организма. Так же, как вот есть эффект в природе. Эффект переноса свободных электронов. У водопадов, у рек. Эти электроны поглощаются нами. Например, эритроцитами, нашими красными кровяными тельцами. До 80% энергии они получают за счёт переноса свободных электронов. Теперь у вас защититься от воздействия свободных радикалов будет гораздо больше. Тем более, если живёте в городе. Тем более, если вы дышите тем, что выделяют автомобили и так далее. Итак, вот, собственно, совершенство. Ну, борьба за что будет дальше идти? Я думаю, только за увеличение толщины материалов каких-то особых, чтобы больше давления держать. Скажем, было не 1,7, а 1,8 тпм, а там 2, 2,5. Вот говорят теоретически 4. А зачем? Я знаю немножко инсайдерскую информацию. Ну, давайте последнее вот это сейчас. Ну, вы правильно абсолютно предвидите, да? Ну, это вот... Меняет материал. И меняет на материал, не буду говорить, какой. Так Тритан-то, его надо делать вот такой тогда уже. Ну, он будет непрозрачный. Единственное, что имею право сказать. И прибор будет намного тяжелее. Смысл. И вопрос компактности, и мобильности отпадает. Вот я просто скажу, кто-то скажет еще раз. Ну, вот потом опять что-то выйдет. Еще раз. Что выйдет, это только может быть, я говорю, еще больше ОВП просто не надо больше. Нет. А ППМ теоретически только у кого совсем почки отказывают, и можно полстакана в день пить. Ну, тогда дыхательный. Тогда надо использовать дыхательный прибор, сразу скажу. Однозначно надо использовать. Да, было бы хорошо 4 тысячи, 4 ППМ сделать, но тогда да, полстакана 2 раза в день. И, слушайте, ну зачем, если есть действительно... Да, еще, не ведитесь, пожалуйста, дорогие друзья, на хитрости. Вот эту туфту брать кто-то, это я знаю, мне писали, брать, вот дешево. Это знаете как, Игорь Александрович, прибор типа, ну, допустим, вот будем считать вот Пайна или какой-нибудь аналог. А там крышка, к ней трубочка, и они дышат. Да. Вы что, не понимаете, что здесь суть-то в чем технологии? Что крышка должна быть герметично при генерации закрыта, и никуда газы выходить не должны, чтобы баланс произошел, и другие газы ушли полностью из прибора, из воды ушли. Озон, прочий, так сказать, кислород. И чистый водород скопился, насытил воду. Он приобрел вот эти свойства уникальные, и только тогда, только в этом случае, он даст вот этот результат, когда вы ее пьете. А как ингаляции, вот эти или приборы, которыми делают трубочки, вы дышите же там и азон, и все подряд, там не только водород. Короче говоря, как это мягко сказать, из Г конфетку не сделаешь. И это нужен либо дыхательный прибор, да, он дорогой, но тут никак не обойтись. Тут просто по-другому не получить тот результат, про который речь идет. Вот как в японском ролике про лечение сложной формы рака и так далее, потому что там применяются чистые параметры. Также и здесь, для питья это эталон, это идеальная вода, а для дыхания вот этот аппарат, который будет аналог в скором времени. Ну и не только это, это, конечно, очень важно, что вы говорите, но самое главное, есть расчет терапевтической концентрации минимальной вдыхаемого водорода. Ну и скажу так, вот наши стационарные приборы еле-еле укладываются. А это пикалка? Это, вот как говорят... Ну конечно, все хотят это, да, это желаемое за действительно... Маркетинговый ход, говорят сейчас такое выражение, просто обман другими честными словами сказать. Кстати, обратите внимание... Из лучших побуждений, Юрий Андреевич. Ну, ну пусть будет из лучших. Здесь чуть-чуть вогнутая крышка, дизайн такой был, ну прямая будем считать. А здесь почему выпуклая чуть-чуть, знаете? А вот чтобы сдержать давление. Потому что давление... И, кстати, лишнее давление, не волнуйтесь, кто скажет, что не взорвется. Нет, там же клапан стравит лишнее давление. Тут так рассчитано все. Вот за что и боролись. За точность и долговечность прибора в тысячах единицах измерения ускоряли процесс. Ну, как вот сейчас, знаете, испытания любых есть, тестовые, специальные, когда ускоряют процесс старения. Чтобы это не произошло. Поэтому тут запас прочности и по стеклу. Он толстый, вы видели, крышки. При этом вес достаточно легкий. Ну и вот, собственно, все. Также зарядка, microUSB, батарейка. Да, вот о чем мы забыли, я все думаю. Дорогие друзья, значит, здесь, конечно, батарейка не так легко меняется, как в Хеллобе. Это сделано специально. Потому что, еще раз повторю, они ржавели со временем, кто неправильно использует. Или если есть протечка по стеклу. А здесь что? Еще, здесь многослойные силиконовые и прочие прокладки. Будет отдельный видеоролик, как менять батарейку. Но в ближайшие год-два вам это будет точно не нужно. Поэтому ролик мы сделаем чуть позже. Батарейки будут, не волнуйтесь, как сейчас есть у нас и к Пайна, и к Хеллобе. Ну и потом покажем, как меняются. Но тут герметичность абсолютная. Но поменять в домашних условиях батарейку будет тоже можно. Не обязательно отдавать каким-то мастерам, как это сейчас с H2 Magic. Потому что там очень сложная герметизация из оргстекла. Можно повредить, сломать прибор. Но мастера, которые, скажем, занимаются телефонами, ремонтом на радиорынках, они это могут делать. Ну а здесь это вы сможете сделать сами. Так же, как и в предыдущей модели в Хеллобе. Ну что еще можно сказать? Что-то мы еще скажем или уже... Ну я хочу сказать, спешите записываться в очередь. В первых рядах. Потому что да. Да. И, дорогие друзья, в завершение еще что хочу сказать. Первое. Это да, уже в продаже. Второе. Это то, что мы приглашаем в сотрудничество дистрибьюторов, дилеров, ну и, соответственно, оптовиков, проще скажем. Пишите на вот эту почту. Она же будет под видео. На нашем сайте надгар.ру, ну через него, вы также можете связаться, задать вопрос. Позвонить по телефону, который на сайте надгар.ру, тоже вы можете, если по какому-то вопросу. Ну специально не звоните, пожалуйста. Не справляются ребята отвечать на вопросы. Поэтому я так, мы подробно снимаем видеоролики, чтобы ответить на максимальное количество всяких вопросов. Вот, кстати, мы сказали про вот этот вот, что люди путают, вообще ничего многие не понимают. Про перекись водорода. То есть, это противоположный эффект. И долгостроение. Есть еще другие. Как пользоваться? Можно дистиллированную воду? Можно. Давайте так. Общий принцип такой. Если вы нальете воду и при генерации нажатия пузырьки пошли, пузырьки пошли, значит процесс идет. Прекрасно. Еще раз хочу сказать. Вы можете сделать такую хитрость. Если у вас абсолютно дистиллированная вода, то есть не после обратного смыса, там чуть-чуть остаются соли, ну капельку. Обратный смыс просто залили и пользуйтесь, как в Хеллобе и все. А если абсолютный дистиллят, делайте следующее. Берете баночку, ну какую-нибудь литровую стеклянную с крышечкой на кухне ставите. Насыпаете соли, гималайской либо перуанской соли. Наливаете теплую воду. Размешиваете, чтобы там кристаллики еще остались. Это будет гипертонический раствор, максимум там 35 промилей. И берете пипеткой, 2-3 капли сюда накапали. Вот, например, у вас пузырьки не идут. Одну каплю капнули, ну он работает, а пузырьки не идут. Или слабо идут. Ладно, еще каплю. Отлично пошли. Ну можно 3. Эти 3 капли в растворе этих 300, да, там миллилитров. 320. 320. Вы не почувствуете на вкус. Но вы уже дадите то необходимое количество минералов, на которые будут цепляться электроны. Ну я так примитивно говорю, и пойдет электролиз. Ну не электролиз, там другой процесс, аналогичный. То есть пойдут пузырьки. Это вот еще подсказка. Что еще? Обратно. Как наливать какую воду? Самое лучшее. Брать просто на кран, ну второй кран на кухню ставить. Это система обратного смысл. Сейчас это стоит, ну там 10-12-15 тысяч. Лучше от ТОЛ американскую, либо какие-то аналоги. Вам мастер ставит это за 20 минут. Через шланг 3,16 на краник такой хромированный выходит вторым на раковине. Вы наливаете воду сюда и генерируете. Все. И у вас не будет там ни солей жесткости, ни тяжелых металлов каких-то там. Ничего не будет, только вода. Ну конечно чуть-чуть солей будет, но из дистиллята вы купите дистиллятор из нержавейки. Ну это будет вообще сказка. Хорошо. То есть вредные минералы, неорганические, нам не нужны. А в органической форме не волнуйтесь, откуда брать минералы. Из пищи, из растений брать. Овощные соки, овощи, зелень, фрукты. Все. Там много минералов. Вы оттуда получите. Собственно про минералы подробнее посмотрите мое видео «Лес и почва». Про эту огромную беду современности, которая вот сейчас у нас в плане дефицита даже в органических продуктах питания, именно микроэлементов. Ну и захотите мою лекцию «Дисбактериоз». Очень важно. На этом, наверное, тогда все. Вопросы, как правило, у меня, я отвечаю на них под видео на канале моем YouTube. Вот под этими видеороликами о приборах. Вы просто можете формы там прочесть, если захотите. Там я на все вопросы отвечаю. Ну и, конечно, наберутся новые вопросы. Ответим в новых видео. На этом, наверное, все. Да. Всего хорошего, дорогие друзья. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!